Друзья, всем привет! Мы снова сошли с ума и загнали на гоночное кольцо всякие бюджетные автомобили. На сей раз у нас их не 9, а 6, а под колесами не Москва и РСВ, а Смоленское кольцо. А я еще вчера почувствовал, не то что-то. Чисто, аккуратно, все не по-нашему. Но суть остается примерно та же. Мы попытаемся выяснить, какая из них будет самая быстрая в этих совершенно непредназначенных для нее условиях. Мучить машины вместе с нами сегодня будет многоградный чемпион России по кольцовым гонкам Иван Самарин. Привет, Ваня. Привет. Прости, пожалуйста, что мы тебя в это втянули, я заранее извиняюсь. Но вот этот выводок сегодня наш. Скажи, на твой взгляд, какая из машин сегодня победит? Я думаю, что Рено выглядит неплохо, но мы можем ждать каких-нибудь сюрпризов от Датсана или от всех этих машин, которые я не могу выговорить даже. Но твой фаворит это Рено? Я думаю, что да. Хорошо, давай проверять. У меня вот что-нибудь отключается, нет? Автомобиль Чианган Ядо. Извините за мой французский. Он действительно называется именно так. Автомобиль из Китая. Автомобиль красивый снаружи. Равный внутри. Да, с вот такими прекрасными мелоками. Я вас сижу, мне кажется, что у меня руль левее, чем мой корпус находится. Это небольшая помеха движению, но... Машина очень вялая, после торможения интенсивного у нас недостаточная поворачиваемость, и просто машина отказывается поворачивать. Подождите, у нас запасная магнитола, и так и осталось в коробке. Не все так хорошо. Хорошо, Сангрия, передачи. Верх, передачи. Не люблю я автоматические коробки, тем более такие, которые абсолютно не гарантированно. Меняют в твоей жизнедеятельности. Ничем настроить побольше. Мотор в целом чувствуется, но уж очень слабым для такого веса. Я думаю, что ему в основном не повезло с резиной, на которую он поставляется. Потому что в сравнении с шинами на всех других автомобилях здесь самый высокий протектор. Стой! Запрыгай! В горку очень тяжело. Все тяжелая история, не очень поворотливая, а очень вялое. И тоже с китайским автомобилем. Я, тем же, с 5-ой передачи нам получил, наверное, с 40 км часа. Весь салон залегает причинно. Коробка, опять же, не хочет включать пониженную передачу. Три раза я попросил. В целом похоже на все остальное. Руль по какой-то причине становится более жестким в момент торможения. То есть нагрузка на руль возрастает в энное количество раз. При этом машина даже не хочет начинать поворачивать поворот. Вообще, очень мягко. С трудом мы увестились. Работа автомата, наверное, худшая. Она не успевает разогнаться до такой степени, чтобы стало интересно. Руку повернула, а шины не захотела поворачивать вообще. Я такой, что снаружи посмотрим, то колесо катится по одной троекции, а диск совершенно в другую. Никогда непонятно, на какой передаче ты едешь. За причиной того, что она на входе, ну, как бы, прям совсем не хочет куда ехать. Сложно, очень тяжелая машина. Очень маленькая мощность двигателя для такой массы. Большие углы ввода и ваттность. Опасности никакой в этом я, на самом деле, не увидел. Все просто очень медленно, уныло. По ощущениям, это было намного хуже, чем на ганг, наверное. Ченган. Я понимаю, почему здесь постоянно хочется достать. Ганг. Я не знаю, что означает ченган. Ну, ченкискан. Ручник в машину поставили, радуемся. Ну, ногами я не дотягиваюсь, чтобы делать переговорку. Он не может быть, что дрогать. Ой, что ж? Какой-то звук странный. Я поездоколом буду смотреть, он слышит, что запчасти будут на трассе. Много звука непонятного в салоне. А-а-а, черт! Очень ватный руль, абсолютно непонятный, такой штурвал корабля. А-а-а! Это вообще не хочет наворачивать, но по ощущениям, пока лучше, чем... Ну, по крайней мере, легче, чем... Ганг Банг, сейчас... Ганг Бэнг! Ганг Бэнг, я запомнил. Передается обратно только какие-то удары от поревриков или от кочек. Действует. Ну, не дай. Ровник. Хватка, нет. Никакого, в сумму. Да. Блит. Даже вверхать. Это как в анекдоте. Ужас, но не ужас, 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 ужас. Работа АБС какая-то не совсем предсказуемая. Нет уверенности ни в машине, ни в том, что она тебе дает. Хорошо, что ручная коробка передачи, это хоть как-то облегчает действие, но в руле надо держаться очень уверенно, потому что крены большие, вводы большие. Хорошо знакомый двигатель. С такого двигателя начиналось спору, мол, ты что, сурара. Ну вот, и у нас идет такая манеронка. Будет действительно нас держать, потому что трясет. Ну, мы с трясемлем, где-то с девчонкой. Достаточно неплохой оборот, если двигатель, ребята, по ощущениям, дает. Ну, слегка больше стальц, там, 120, мне так кажется. Тормоза справляются, ускоряет автомобиль на высоких оборотах довольно-таки неплохо. Да, вообще-то даже болеет. Рулем здесь просто полный права. У нас электроусилитель, который расстроен как электроэлектроэлектрой. Что за непонятное электроусилитель руля, потому что он слишком тяжелый везде, при этом не дает понять, что происходит с передними колесами, то есть он просто сильно тяжелый и все. Они начинают скользить, легкости в руле никакой не добавляется. Но если ты наезжаешь на поребрик или кочки, или еще что-то, то у тебя сильно все передается в руль, и амплитуда там 10 раз, наверное, решилась, чем должна. Клинт неправильно, он обратную связь, которая проходит через удары, и прям усиливает в разы, но при этом скользят колеса или не скользят колеса тоже абсолютно непонятно, он просто очень реально тяжелый руль. Получается иметь хороший баланс на входе в поворот, да, и иногда чуть подзакидывает, и есть определенная свобода на задней оси. Не для слабонервных, а для таких уверенных, любящих тяжелые руки. Очень сильно, как я уже раньше говорил, напоминает калину, вибрант или что-то такое. Во-первых, он за счет на покупку. Это что за зонтушку? Вообще нет. Мне будет сон на нагрузку. Можно на металли цепле. Ну, кнопка отключения стабилизации может обоедиться в самом любом французском месте, на самом деле. Мы поищем этих. Японцев в этом не креплю. О, да. Это единственный автомобиль, на котором мы ехали с такой четкой ощутимой системой стабилизации. Когда колеса в воздухе, она сразу начинает четкой рептим. Чувствуется, что она тяжелее, чуть более легче, чем на датсу. Сильно мешает, душит при ускорениях, особенно в моменты, когда переднее колесо внутренне хочет буксовать. Он не дает открыть акселератор, и из-за этого теряется ускорение. Похоже чем-то на наши тазы, но чуть получше. Получше. Зазлужила, зазлужила. В принципе, нормально сбалансировано. Есть возможность закинуть жопу в средне-скрасных и быстрых поворотах. Контролируется достаточно просто, без каких-то больших проблем. Достаточно цепкая, с тормозами было все в порядке. Тормоза пока живут у нас. Да, мы не прокатывались. Мы не будем. Очень комфортное, нормальное поведение на входе в поворот. Немного заносит заднюю ось, что хорошо для того, чтобы эффективно поворачивать. Хороший нормальный автомат, хорошая геометрия передней подвески, мало пробуксовки спереди. Все просто комфортно и даже не создается ощущение, что ты едешь более-менее быстро. Все просто происходит более-менее своим чередом. Редактор субтитров А.Семкин